ДОБРЫЙ ЧАС Тема нашего урока – решение логических задач. Сегодня на уроке вы узнаете, что такое числовые головоломки. Научитесь решать числовые головоломки. Сегодня мы научимся решать магические квадраты. Что такое магический квадрат? Магический квадрат древнекитайского происхождения. Согласно легенде, из-под вод Хуанхэ, что означает «желтая река», всплыла священная черепаха. На панцире которой были начертаны таинственные иероглифы. И эти знаки известны под названием Ло-Шу и равносильны магическому квадрату. Почему магический квадрат назвали магическим? Магия – это что-то сверхъестественное. Так вот, в магических квадратах в каком бы направлении не складывать числа, получается одно и то же число. Давайте и мы с вами приступим к магии. Выполним задание. Помогите Тимуру и Алие решить магические квадраты. Часть чисел расставлены по клеткам. Требуется расставить остальные числа так, чтобы в сумме получилось число 9. Сначала сложим числа по горизонтали. К двум прибавить 5, прибавить 2, получится 9. К трем прибавить 3 и прибавить 3, получится 9. К четырем прибавить 1 и прибавить 4, получится 9. Теперь сложим числа по вертикали. К двум прибавить 3 и прибавить 4, получится 9. К пяти прибавить 3 и прибавить 1, получится 9. К двум прибавить 3 и прибавить 4, получится 9. Все значения сумм по горизонтали и вертикали совпадают. Переходим к следующему заданию. Составьте магический квадрат. Часть чисел уже расставлены по клеткам. Попробуйте расставить оставшиеся числа самостоятельно так, чтобы в значениях сумм по горизонтали и по вертикали получилось число 15. Проверим вместе. Сначала сложим числа по вертикали. К двум прибавить 9 и прибавить 4, получится 15. К семи прибавить 5 и прибавить 3, получится 15. К шести прибавить 1 и прибавить 8, получится 15. Теперь сложим каждый столбик по горизонтали. Все значения сумм по горизонтали и вертикали совпадают. Молодцы! Вы отлично справились. Решим еще одну числовую головоломку. Перед нами магический квадрат. Количество клеток по вертикали и горизонтали одинаково, по 5. Сначала сложим по горизонтали. Там, где даны числа. К 44 прибавить 24, получится 68. Затем из 14 вычтем 5, получится 9. Теперь нам с вами видно, что по вертикали можно выполнить вычисления. Из 44 вычесть 14, получится 30. К 24 прибавить 5, получится 29. Из 68 вычесть 9, получится 59. Проверим нижнюю строчку по горизонтали. К 30 прибавить 29, получится 59. По горизонтали сумма чисел 30 и 29 равна разности чисел 68 и 9 по вертикали. Магический квадрат решен. Выполним еще одно задание. Посмотрите на рисунок. Каждая из машин обозначает определенное число. Догадайтесь, какие это числа? Все машины одинаковые. Значит, и число будет одинаковым. А какое число может дать нам в сумме 30? Какое число взято три раза так, чтобы в значении суммы получилось 30? Правильно, это число 10. К 10 прибавить 10, прибавить 10, получится 30. Во втором задании машины разные. Но мы с вами знаем, что число 10 изображено автокраном. Теперь нужно догадаться, что за числа скрываются под машиной бетономешалкой. В значении суммы число 18. Из них 10 мы знаем. Оставшиеся две машины одинаковы. Значит, и числа одинаковы. А какие числа в сумме могут дать число 8? Верно. 4 плюс 4 равно 8. К 10 прибавить 4, прибавить 4, получится 18. Решим задачу, записывая решение одним выражением. В дороге дети решили 9 головоломок, 12 уравнений и 6 задач. Сколько всего заданий выполнили дети? Составим краткое условие задачи. Головоломок 9 заданий. Уравнений 12 заданий. Задачи 6 заданий. Фигурной скобкой обозначим вопрос задачи. Сколько всего заданий? К 9 прибавить 12, прибавить 6, получится 27 заданий. Ответ. 27 заданий всего выполнили дети. Молодцы, вы отлично справились со всеми заданиями. Наш урок окончен. Пришло время подвести итог. Сегодня вы узнали об истории происхождения магического квадрата. Научились решать и составлять головоломки с разными числами и магические квадраты. Оцените свою работу на уроке. Подумайте, на какой ступени вы находитесь сегодня. Я прощаюсь с вами. До следующей встречи на наших уроках, где мы обязательно узнаем что-то новое и интересное. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова